Добрый день! Сегодня Сосновская городская библиотека филиал номер один совершит виртуальное путешествие по страницам Красной книги Кировской области. Узнаем, почему она так называется, для чего создана и как устроена. Попытаемся понять, почему некоторые виды растений и животных занесены в нее. И называется наш видео урок с Красной книгой по Вятской земле. В нашей стране Красная книга вышла в 1978 году. Она называлась Красная книга СССР. Сначала все сведения о редких и исчезающих видах животных и растений уместились в одном томе. Но позже выяснилось, что в защите нуждается значительно большее число видов. Поэтому второе издание Красной книги вышло в 1984 году в двух томах. В них о каждом животном и растении кратко, но точно сказано все. Насколько бедственны его положения, в каких краях встречаются, в каких лесах обитают, по каким причинам исчезают. Но главное, что надо сделать, чтобы уберечь его от вымирания. Кировская область – это бескрайние леса, карстовые озера, завораживающие водопады и богатые охотничьи угодья. Внешний облик ландшафтов края представлен первозданной природой глухих таежных лесов, увалистых холмистыми равнинами, плоскими низменностями, ложбинами. Красная книга Кировской области – аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов в Кировской области. Она была подготовлена коллективом ученым под редакцией. В ней 72 вида растений и 48 позвоночных животных. Итак, красный цвет – это значит «Внимание! Стоп! Не губите эти растения! Не убивайте этих животных!» Красный цвет – это сигнал опасности. В Красную книгу внесены те животные и растения, которые требуют заботы человека. В Красную книгу Кировской области внесен список редких и исчезающих видов на территории области по растениям и животным. На этих страницах много растений и животных, которые могут исчезнуть навсегда. Но сейчас, пока еще не поздно, люди должны протянуть им руку помощи, люди обязаны их спасти. Животный мир такой разнообразный и богатый, что многие люди и не представляют этого. Как долго человек живет на этом свете и как мало он знает об окружающей ее природе и животном мире. Так много разных животных существует, что невозможно изучить их всех. Но мы попробуем сегодня прикоснуться к этой тайне. Итак, давайте полистаем Красную книгу. Мы познакомимся с некоторыми видами животного и растительного мира из этой книги. Животные. Европейская норка. Хищное, млекопитающее из семейства куньев. Характеризуется плавательной перепонкой между пальцами ног. Водится по берегам рек, питается рыбой, лягушками, раками. Длина тела 28-43 см, вес 550-800 г. Длина хвоста 12-19 см. Мех короткий, густой, плотный, с очень густой подшерсткой, которая не намокает даже при длительном пребывании в воде. Долгое время являлась объектом промысла из-за ценного меха. В настоящее время ее численность сокращается повсеместно. Выхухоль, млекопитающее семейство Кротовых. Русская выхухоль – небольшой зверек, тело длиной 18-22 см. Хвост такой же, масса 500 г. Хвост покрыт роговыми чешуйками, а вдоль верха еще и жесткими волосами, образующими кип. У самого основания хвост кахуй перетянут. За перехватом в первой трети длины хвоста следует грушевидное утолщение. В нем расположены специфические пахучие железы, маслянистый мускус которых выдавливается через многочисленные отверстия, расположенные на нижней стороне утолщения. За утолщением хвост сильно сжат с боков. Нос – хоботом. Лесная соня, небольшого размера животное, длина тела до 11 см, хвоста до 10 см, масса тела 30-40 г. Окраска тела обычно серовато-охристая, хвост пушистый, темно-серого цвета. В коже хвоста присутствует большое количество кровеносных сосудов. В случае опасности шерст на хвосте встает торчком, а стержень хвоста приобретает темно-розовый цвет. На мордочке от носа куку проходит полоса темного меха. Птицы. Обыкновенный филин. Хищная птица из семейства совиных. Один из наиболее крупных представителей отряда совообразных. Распространен в лесных и степных районах, где имеется достаточная кормовая база и труднодоступные места для гнездования. Не сторонится человека и иногда селится в городской черте. Это оседлая птица. Охотится на зайцев, грызунов, ежей, ворон, водоплавающих и куриных птиц. Малая крачка. Вес птицы 45 граммов. Длина 20 см. В брачном наряде имеет неполную черную шапочку. Лопы и полоски над бровями белые. Клюв желтый с черным кончиком. Лапы желтоватые. Сверху окрас светло-серый, снизу белый. Несется на песчаных берегах или на ровных гравийных отмелях крупных рек. Кормится на отмелях и в тихих реках мелкой рыбой, рачками, моллюсками, улитками и насекомыми. Беркут. Одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных. Самый крупный орел. Охотится на самую разнообразную дичь. Чаще всего зайцев, грызунов и многие виды птиц. Иногда нападают на овец, телят и детенышей оленей. Гнездо устраивают на дереве, либо на труднодоступном скалистом уступе. В кладке обычно два яйца, однако чаще всего выживает только один птенец. Рыбы. Нельма. Рыба семейства лососёвых. Длина до полутора метров, массой до 50 килограммов. Нерест осенью. Плодовитость 125-420 тысяч кринок. Икра развивается между камнями в течение всей зимы. Хищник, начиная с первого года жизни. Это ценная промысловая рыба. Длительность жизненного цикла данной рыбы до 22 лет. Стерли. Рыба семейства осетровых. Длина тела достигает 125 сантиметров, вес до 16 килограммов. Рыба питается преимущественно личинками комаров и ручейниками. Крупные экземпляры также поедают моллюсков, пиявок и рыбу. Предельный возраст стерлиги около 30 лет. Это ценная промысловая рыба. Объект прудового и озерного разведения. Европейский хариус. Пресноводная рыба под семейство хариусовых, семейство лососёвых. Максимальная длина европейского хариуса 60 сантиметров, а максимальная масса 7 килограммов. Максимальная продолжительность жизни 14 лет. Хариусы предпочитают холодную, чистую воду в реках и ручьях, реже в озёрах. Хариусы – всеядные рыбы, которые питаются ракообразными насекомыми, пауками, моллюсками и более мелкими рыбами. Растительность. Пион уклоняющийся или марьин корень. Вид многолетних травянистых растений рода пион, произрастающих в светлых смешанных лесах, на лугах и опушках, в долинах, рек. Предпочитают плодородные почвы, солнечные места. Культивируются в садах как декоративное растение. Гроздовинник. Ромашка листный. Многолетний летний зелёный травовидный папоротник высотой 10-15 см. Размножается спорами. Спороножение в июне-июле. Растёт в сосновых, еловых лесах, на опушках. Сальвиния. Плавающая. Однолетний разноспоровый папоротник длиной 5-10 см, плавающий на поверхности воды. Споры созревают в августе-сентябре. В области произрастают в небольших озёрах поймы реки Вятки. Кувшинка четырёхгранная. Растёт в мелководных стоячих и медленно текучих водоёмах. Произрастает в озёрах, протоках и заводях рек, на участках глубиной до полутора метров. На этом многолетнее водное корневищное растение. Цветёт в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре. Размножается семенами и вегетативно. Горит цвет весенний. Цветолюбивое растение. Растёт на лугах и опушках. В области был отмечен на сухом открытом склоне. Многолетнее травянистое растение до 50 см высотой. Цветёт в конце апреля-мая. Плоды созревают в июне-июле. Размножаются исключительно с семенами, которые сохраняют схожесть менее одного года. Семенная продуктивность особей низкая. Прострел желтеющий. В области произрастает в сосновых лесах и по их опушкам. Многолетнее травянистое растение, цветущее до появления листьев. Цветоносы высотой до 40 см. Размножаются чаще семенами, способными прорастать сразу, но только на свободных от других растений участках. Вегетативное размножение затруднено. Молочай тонкий. Это светолюбивое растение. Растёт на лесных полянах и опушках. Многолетнее травянистое растение с ползучим корневищем и высотой побегов до 15 см. Цветёт в конце мая-июне, плодоносит в июне-июле. Размножается семенами и вегетативно. Красная книга. Незакон об охране. Это лишь факты, собранные учёными о животных и растениях. Она призывает изучать эти виды и предупреждает об их исчезновении. Человек должен стать настоящим другом всего живого на свете. И только тогда страниц в Красной книге станет совсем мало и не будет так грустно осознавать, что самые большие катастрофы – дело рук самого человека. Субтитры создавал DimaTorzok